Очень важно сознавать, что мы находимся в Доме Божьем. Там, где присутствует Господь, там, где Он ждет нас, там, где Он нас благословляет, там, где Он являет свою славу, свою силу в ответы на молитвы. Поэтому, когда я говорю, это не просто фраза «приветствия с Домом Божьим», я хочу настроить на что мы в присутствии нашего Господа, и что мы сегодня должны быть очень внимательны к тому, что Господь будет говорить. У меня какие-то смешанные чувства на душе, на этой неделе мы похоронили одного нашего брата, мой коллега, молодой брат, он у нас был ответственен за стройку. Так быстро Господь забрал его, потом был праздник жатвий один, другой сегодня тоже на душе праздник жатвий. Мы радовались перед Господом на благословениях о том, что Бог заботится о нас, Бог верен, Бог опять дал хлеб народу своему. И это не просто само собой разумеющееся. Бог опять оказал верность, послал нам хлеб. И Бог каждый день о нас заботится, Бог каждый день дает нам жизнь, и это должно было бы вызывать нас огромную благодарность. Огромную благодарность, потому что неблагодарность – это страшный порог. Когда люди лопщут, не сам лопот страшен, страшен, что у них нет благодарности, что они не видят Божьих милостей, не видят Божьего добра. Тема, о которой я сегодня хочу поговорить, очень серьезная тема. Я просто, она мне пришла, я читаю Библию подряд, я почитал Иоанна Литриана, и меня эта тема как-то очень затронула, то, что я почитал Иоанна Литриана. И я хочу сейчас поделиться своими мыслями из этой главы. Иоанна Литриана, 12 глава, 23-26 стихи. Иисус же сказал им ответ, пришел сейчас прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, паву землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, вот на 1-й сих, 23-й, то сказано, пришел сейчас прославиться Сыну Человеческому. Просто подумайте об этом, разве Христос для этого не был прославлен? Разве он не был прославлен в воскрешении мертвых? Разве не видя славу Божьей о том, когда он исцелял, когда он бесове изгонял? Но он говорит, что то соперное перед своими страданиями, он говорит, пришел час, прославится момент славы, прославится Сыну Человеческому. И дальше он говорит, если земное паще земли не умрет, останется одно, а если умрет, а если умрет все равно, то принесет много плода, любящий душу с куму погубить ее. Слова Христа, слава Бога. А ненавидящий душу свою в мире всем сохранить ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне это последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, то он почти отец мой. Вот, собственно, на это место я хочу рассуждать. И центральная мысль будет любящий душу свою погубить ее, а ненавидящий душу свою сохранить ее в жизнь вечную. И дальше хочу просто подытожить. Иисус сказал, что пришел час, прославится Сыну Человеческому. Он говорит, если я не умру, то я не принесу плода. Да, если зерно падшим улет, и дальше он говорит, в следующем цикле, и кто мне служит, должен иметь эти же представления, этот же путь, и мне да последует. То есть мы призваны пойти путем Христа. Мы призваны следовать Иисусу Христу, и тогда написано, что и того почтит Отец во Небесном. Это вот основная мысль. Очень важно иметь верные ориентиры для жизни. Очень важно, чтобы мы не оказались обманутыми в конце нашей жизни. Очень важно преследовать цели, которые действительно достойны человека, для чего человек создан. И сказать, как мы это понимаем, нет, братья и сестры, без откровения слышим, мы этого не понимаем. Мы живем, как живут люди в этом мире, совершенно, вот, кажется, правильно, логично, справедливо. Это достойно того, чтобы вследовать. Но на самом деле, если у нас нет просвещения от Бога, если мы не просвещены истинною, если мы не знаем, что Бог нам предлагает, что было зависимо от Бога для жизни человека, мы его обманем. И это очень страшно. Очень страшно, иногда может быть много чего делать, казалось бы, для Бога мы делаем, и вдруг окажется, что мы действительно не то делаем, что нужно было бы делать. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали истину Божию, что Бог говорит. И вот эти слова Христа меня особенного задачи видят. Но я думаю, что если это, наверное, когда читаю это место, как это потерять душу свою? А зачем ее терять? Бог нам все дал, зачем нам что-то терять? Вообще, зачем чем-то жертвовать? Благодать все имеем Бог, и Бог так любит нас, отдал Сына и вся Вселенная для нас, потому что мы с наследниками, так дальше. Но в этих словах есть одна задача. Очень важно, для чего мы вообще живем, и оправдает ли Бог наши цели. Скажет ли он, что это было то, что действительно достойно высокого звания, достойно Бога, достойно Его жертвы. Мы с вами живем, это не надо много говорить, мы с вами живем в мире, пораженном эгоизмом. Когда все, что происходит в жизни людей, что окружает нас, мы своеизмеряем часто не с истиной, а с самими собою. Мы искренними, мы честны, но и так чувствуем, поэтому это правильно. Это ложные ориентиры. Это верно только тогда, когда наше сердце наполняет истина. Тогда наша оценка, наша честность, наша искренность, она в соответствии с истиной. Но если наше сердце не будет истиной, если наше сердце буквально не контролирует Слово Божье, то все вот эти наши представления честности, они часто бывают сплошным эгоизмом, претензиями, которые Богу далеко не угодны, не соответствуют тому, что Иисус говорит вот здесь, в этом месте. Даже самые серьезные учебные заведения нам кричат сегодня «Полюби себя!». А ведь все наши проблемы, все наши беды от того, что мы слишком себя любим. Эгоизм самое страшное – это гордыня, это претензии. Мы слишком ублажаем свое «Я», требуем от других, чтобы нас уважали, с нами считались, с нами относились, что-то устойно, что-то какого-то устойно мы не знаем, чего мы заслуживаем в нашей жизни. И вот это наши, вот это все тенденции в этом мире, человек в центре всего, человек важнее всего, права человека. Сегодня мы говорим, не мешайте людям жить, они сами выбирают как правильно, нет единого стандарта истины, у каждого своя истина. Это время, в котором мы живем, и это время, это атмосфера, эти отношения, они влияют на нас. Они и Бог влияют на нас, потому что мы видим и слышим много чего. Даже если мы не специально сидим перед каком-то источником информации, но мы все равно это вокруг слышим. Это философия, которая окружает нас, которая буквально везде, она везде, даже если бессловно, попридаются просто поступками людей и претензиями. Человек стал мирилом всего. Это претензия на Божество. Когда я определяю, что добро, что здорово, когда я определяю, что правильно, что неправильно, это претензия на то, что быть Богом, потому что только Бог определяет, что правильно, что неправильно. Только Бог дал нам понимание, что является истиной. Человек, ее свобода, его право на всякие решения стало наибольшей ценностью в этом мире. Так поповедуется, так международные организации говорят, поэтому сегодня столько много вещей, которые, кажется, безумные, но люди говорят, не троньте, не касайтесь этого, это трава людей, делать всякое безумие, всякое бесчестье, всякую мерзость, и это заканивает сегодня. Это такое время, мы сами живем. Так называемое счастье и комфорт любой ценой стало самой высокой целью, стало смыслом жизни людей и для христиан, если их некоррективы не исправляют, не исправляют благодать Божия, истина Божия. И вдруг, в таком понимании жизни, в таком понимании отношений к жизни, и вдруг Иисус Христос заявляет, что нам нужно потерять всю эту жизнь, нам нужно потерять это отношение, нам нужно вообще оставить пожертвы отношений. Он говорит, что потерять душу, Он перечеркивает все наши представления о нашем счастье, о нашем комфорте, о том, к чему мы стремимся. Он говорит, вы должны, поэтому все земное должно иметь всякое значение для вас. Помните, Христос говорит, что ищите царство, то есть Иисус говорит, что вы живете сегодня уже не земли, но небесным, по земле и проходите, Господь об этом позаботится, но сердце ваше не в этом, сердце ваше должно быть там, небесным. И все эти наши мотивированные, не Словом Божьим, устремления, вернее, не наши, а наши плоти, мы должны перебречь, мы должны их оставить. Я уже сказал, что если нет просвещения свыше, на эти слова Христа у нас будет первая реакция, бунт, возмущение. Наши плоти, надо подрегировать. Когда действительно нам Господь не открывает суть того, что сказал Христос, то реакция у нас, в нашей плоти будет бунтовать против такой перспективы. Слова Христа нам кажется против представления о нашем счастье. Нам кажется, как это может быть, да это фанатисты, да это как-то, мы нормальные люди, должны жить нормально. Потому что вокруг нас царствует или владычествует и приводит одна формула жизни. Жизнь одна, и нужно максимально получить от нее все и любой ценой. Но когда мы поддадимся этому обману, вот этой формуле жизни, в котором мы живем, мы получаем пустоту, мы теряем все, тот потеряет жизнь. Христос говорит абсолютную правду. Для того, чтобы жизнь была сохранена, нужно ее потерять. Он говорит, он говорит, мы служащим не допоследует, он говорит, вот моя жизнь, вот мой пример. И он приведет на лишнее положение у Вселенной, он приведет всю славу неба, но это путь потери. Есть такая глушурка, рожденный, чтобы умереть, потерявший, чтобы получить. Вот Иисус Христос говорит, что мы действительно, если на земле мы правильно не сориентируемся, если наши желания, они будут действительно соответствовать вот этой ценности, которой Иисус говорит, мы потеряем все. И все-таки этой мирской формулой мы с вами пользуемся в личной жизни, в семье, в бизнесе и в церкви даже. И в обществе людей. Дорогие сестры, я сегодня говорил о проповеди, такую историю рассказывал, ну я сейчас очень коротко повторю ее, хотя не хотел о ней сегодня говорить. 9 апреля 1953 года на небе состоялся совет и было решено одного человека вести дворюю. Поставит этого человека в мире, Бог говорит ему, слушай, ты идешь на самое прекрасное место Вселенной, на землю, там все приготовлено, там есть множество, 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 что тебя будет восхищать. Всяких растений, всяких птиц, всяких запахов, всяких вкусов, то, что можно увидеть, два взаих глаз. Больше того, ты идешь, я тебя увожу через верующую семью, твои родители будут знать меня, они будут тебя учить Слово Божьим, самодетство. Больше всего, ты идешь в село, где есть церковь, эта церковь служит мне, ты сможешь на Слово Божье. И так дальше, так дальше, и так дальше, Бог говорит. И это право, я о себе говорю. Я родился в небольшом селе, на окраине села, было много чего красивого, в общем, было очень-очень много чего прекрасного. Но когда Бог приводит мне эту жизнь, не я определяю верность и направление жизни. У меня нет такой способности. Не мы определяем с вами, что в жизни действительно является благословенным. есть истина. Есть истина. И это истина, единственный и последний авторитет, который мы в скором случае считаться. Если мы осмелимся, он из-за этого не потеряет. Жизнь наша задумана и дано кем-то для его замысла, который единственный правильный, и единственный добрый. То, что Богу и такое хорошо. Просто мы из-за ослепленности и горды не думаем, мы можем как-то получше сделать, чем это Бог предусмотрел. Мы испорим с Его Словом, не открытым, но поступками, но какими-то позитиями нашими, нашими устремлениями. Мы испорим, и потом хватаемся, и хватаем пустоту. Христос, когда ее отнострадание и на смерть, говорит, что сейчас момент славы. Сейчас Отец Небесный будет восславлен. Я в Отце, и Отец во мне будет сейчас восславлен. И именно тогда, когда Он идет на самые жестокие страдания. И Он говорит, вот момент славы. И поэтому моя сегодня опробовать будет касаться очень важной темы. Мы все проходим через трудности в жизни, мы все проходим через страдания. Вопрос, это просто происка страны? Это просто наше непонимание? Или в этом есть воля Божья? Зарус говорит, вот момент славы, когда я иду на страдание смерти. И еще, когда Христос говорит перед страданиями, и там написано, в этой же главе написано, что Христос говорит, что Он знает, что Отец все уже отдал Ему. Он берет и делает нечто очень, очень, нам кажется, странным. Но Он это делает как дело очень важное, достойное идее Его Царства и сути Его Царства. И Он это делает не просто как верюзный поступок, или просто как поступок, который мы должны подражать. Но Он это делает как самое достойное уважение и почитание дела, а не снисхождение. Знаете, Бог нам говорит, делай это, и мы думаем, ах, ладно, но Бог говорит, надо же это исполнить. Ну надо же, я же христианин, потому что Христос это сказал, пересидим себя и сделаем. Но Христос это делает не потому, что Он должен это сделать. Он делает это как то, что является чем-то прекрасным Его Царством. Я же буду говорить о том, как Он мыл ноги своим ученикам. Христос дает понять, что надо делать как приятное и радостное дело любви. Для Него это не долг. Какого-то, знаете, бескоморального поступка, для примера, для Его это дело, суть Его сердца. Чтобы вы могли понять, я просто говорю, когда вы моете ноги нашим любимым, или когда вы подмиваете младенца, когда вам нужно подмить младенца, вы это не делаете смущий в нос. Вы это делаете, потому что это дело любви у вас есть. Вам это приятно, вы с восторгом это делаете, потому что вы это делаете или очень любимому человеку, или просто у вас изображено к ребенку такое отношение. Христос, когда это делал, Он это делал не потому, что ему надо было сделать как-то, вот я вам пример, чтобы вы научились ценить друг друга и так дальше. И когда Христос это делал, Он делал это тогда, когда Он знал, что уже вся власть в мире, все отдали Его Отцу, и Он встал и показал ценность этого царства, потом Ему и вся власть. Иоанна 13, 2, 5. И у Веневича, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симону Искариоту, предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога ишел, и Богу доходит. Это очень важное слово, у меня есть хорошо внимание. Иисус, зная, что Отец уже все отдал, уже все решено, посредством на что Он прошел, и что Он от Бога ишел, и Богу доходит. Все в руках Божьих, все в руках Его, встал с вечерей, снялся в верхнюю одежду, и взял полотенце, и впоясался, потом влевал в вальницу, и начал умывать ноги ученикам, и отеляя полотенцем, которым им впоясом. Вы это себе представляете, братья и сестры? Бог, Бог всесильный, великий, страшный, своевеличный, моет ноги людям. Еще приятно, которые фразы, она не всегда, не постоянно читает ее, но вы себе можете представить, в самый момент, Бог моет ноги человеку, своему творению, и это достойно сути Его Царства. И это высоко в Его Царстве. Это не потому, что, как вы знаете, там что-то как наставить, как повернуть мозги в человека. Он это делает, потому что это высоко в Его Царстве. Когда вся власть во Вселенной, в руках Христа, Он делает что-то абсолютно непонятное, но это и есть соответствие наивысшему положению во Вселенной, наивысшая добродетель, это служить. Служить ближним, служить мужу-жене, служить дать им сестрам, служить в этом мире. И Христа покажет, что это и есть суть Царства, не требования, не высота, не власть, не какие-то, знаете, там заявления громкие, а способность иметь любовь, которая служит. Это и есть суть Небесного Царства. Он моет ноги. По всем созданным Богом мире, во всем всей свернаме, которое мы знаем в Писании, которое мы можем знать, которое нам открыто, служение другому является наивысшей ценностью. Не заявление, не какие-то высокие, какие-то, знаете, громогласные действия, но способность служить другим людям это в самые ценные глаза Божьи. И Дух всегда у нас этому мучит. Саи наш кучит. Потому что Божье Царство, это Царство Любви, Любовь всегда дает. Любовь всегда жертвует. Мы не просто это считаем, не знаем, когда мы влюбляемся, когда в нашем, кажется, у нас тут все расстраивает внутри, мы готовим все отдать. Потому что это суть Любви. Эти осколки, которые у нас остались, за то, что мы потеряли. И вот Христос, когда отдает, Он говорит, вот это и есть суть Любви, суть отношений, суть богатства, то есть не в Санцарстве. То, что у нас непокорность, непослушание, бунт, есть частью нашей природы, иногда считается достоинством, даже считаем достоинством, вот простоял, показал, а пусть знает. Вот я, мы показали им, и мы считаем за достоинством, это только показывает, насколько его творение поражено грехом. Насколько дьявол дергает заниточки нашей жизни, нашей души, и мы отражаем его характер. Это не Божий характер. Подтверждение этому находится в месте Священного Писания Иакова 3, кула 14, 17 стихи. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и справливость, на них палите и лгите на истину, это не есть мудрость, сходящая свыше, наземная, душевная, бесцовская. Ибо где зависть и справливость, там не устройство, и все худое. Но то, что с неба, но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспреца, беспрестрастно и нецеленно. Все настроение в Писании истекает из того, чтобы иметь то, что истекает из любви, а не из представления правды, справедливости, законности, незаконности. Любовь стоит веще всего этого. Любовь нас предлагает отдать, пожертвовать, расточить, обладать, то есть, обладая способностью любить. То, чем живут люди в этом мире, в Библии говоришь, что вижу все другим, это перевернутая картина совершенно того, для чего они созданы. Это искаженно, не просто искаженно, перевернут, это все наоборот. Стал Иван Григориевна 17-й главный, а ну помните, и там в 17-й главный это крестьянская молитва, и Христос говорит такие слова, он там говорит, что есть жизнь вечная, я сохранил учеников, а потом он говорит, в случае, он говорит, что зовут, я передал им слово твоим ученикам, и мир сразу их возобъемил. Только слово передал, потому что это слово не так, как в этом мире. Это другая жизнь, это другие ценности. Как только мы начинаем действительно встать в слово Божье, мир буквально не воспринимает, он не может, это не его философия. Что значит потерять, чтобы приобрести? Что значит отдать? Нам нужно, мне нужно, что значит, я им передал слово твое, и мир сразу их возненавидел. Это только слово еще. Это только то, чем люди собирались жить в этом мире, и мир начинает ненавидеть. Поэтому так странно звучать слова, потерявшую душу сбережет ее. Это странно, это непонятно. Если просто произносить, это все нормально. Если просто это религиозные крыши, это все нормально. Все понимается. Но странно, когда мы начинаем жить так. Странные люди. Совершенно какие-то не сего мира. Поэтому, когда Хрисус говорит, что когда идет на страдание, это момент славы, а у нас получается, что страдание считается трагедией, а не средством подобиться Христу и прославить Бога правильным отношением к его воле, к тому, что он нам предлагает. Мы говорим, почему я должен? А почему не он? Почему я? Когда мы такие вопросы задаем, мы решаемся очень многого того, что Бог предусмотрел для нас, когда он бьет на свечную славу. Это значит, что мы живем стандартами этого мира, а не сутью Царства Небесного. А все, что умею, мечтаем, в первом послании Иоанна 2,16, ибо все, что умею, похоть плоти, похоть училий и гордость жительская, не есть этот самый от мира сего. И это значит, когда жить такими ценностями потерять душу навечно. Исключения не будет. И Христос так серьезно, так радикально говорит, не потому, что мы должны напряжаться, потому, что когда мы думаем Христа, когда Дух существует в наше сердце, когда мы 짜имся к Богу, нас действительно так и становится. Но мы должны единственно ориентироваться, когда приходит алман, когда приходит искушение, мы должны ориентироваться, что это действительно истинно, так как мы поступаем, пусть нас смеются, пусть нас Боги не уважают, но это истина. Мы привлекаем душ, а не теряем. Не потому, что мы это не можем делать. Во Христе и Иисусе мы это можем делать, потому, что Дух Божий живет в нас. Но часто нас кто-то Сейчас у нас тут, да что, да подумай, да пожалей, да подумай себе, да что тебе, подумай, пожалуйста, да воспользуйся, да своди. Я думаю, что сегодня, просто говоря о том, что Бог нас поводит через страдания, когда мне где-то до женщин будут научиться, наверное, сегодня очень главным и очень непростимым вопросом является наши страдания. Это решение Бога или чисто прориски сатаны, или последствия наших грехов, и вообще греха человеческого. То, что Бог превращает страдания в славу, мы это знаем, потому что в этом очень много мест, где говорится, что Господь, пройдящее насквозь кроме страдания, готовит неумерную славу в вечности. И в этом, наверное, христиане не сомневаются, потому что это, как нам ясно, есть учрение в Писании. И вот я сейчас пью несколько мест, которые об этом говорят. Время нам 8, 18. «Ибо думай, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Только в Куринском 4, 17. «Ибо кратковременное и легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Очень четко говорится, когда мы смотрим ненавидимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Но так сказали ли мы, братья и сестры, что в выхождении через страдания есть воля Божья? Мы об этом думали, или мы сразу пытались избавиться от всего этого? Мы сразу там молитвенные группы объявляли, цепочки. «Господи, избав, 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 избав». Думали ли мы когда-нибудь, что в страданиях есть что-то полезное для нашей вечной участи, для нашей души? Мы в нашей стране живем сейчас во время небывалой свободы. Когда, кажется, извне на нас давления нет. Так не всегда было. Я знаю, как было раньше. Я поверить застал. И за это, слава Богу. Хотя я думаю, что это очень серьезное испытание нашей веры и свобода. Очень серьезное. Просто смотрю, за что сегодня дети Божьи спорят, ругаются, дерутся, показывают, а потом не знаю, что сделать. Я думаю, издержки свободы. Раньше за это вообще не говорили. Вообще-то на повестке дня не стояло никогда. Такие вещи, как сегодня, стоят. Это действительно большое испытание. Но, братья и сестры, христиане все равно проходят через боль, через оскорбление, через жестокость. Не обязательно через страну, не обязательно через какой-то там, знаете, такой общий атилизм, что-нибудь такое. Мы проходим через боль. Мы проходим через страдания. Мы проходим через гряжение. Через непонимание. Через оскорбление. Мы проходим все. И сейчас это бывает очень, даже не то, что этим далеко, а очень близко мы это испытываем. Как мы к этому относимся? С ненавистью, с раздражением, говорим о негодности поступков людей. Или мы говорим, как Давид, Господь позволил ему засловить Давида. Помните о семье? Господь повелил ему засловить Давида. В семье делает такие ужасные, такие глупые вещи. И Адамин говорит, есть Господь, Который все контролирует. Уж поверьте, в жизни христиан все Бог контролирует. Даже если в этом мире он все контролирует, ничего не пытаясь угодить, то в жизни христиан уж точно все контролирует. Нам не хочется слушать этих слов, которые написано в Великоле 8 глава. «Любящий Бога, все садеется к этому благу». Если все, то это все. Это не что-то. Это все. То, что мы проходим. Я, Богу, и с великой венностью принимаю те клады выходят, и так дальше. Он говорит, потому что вас нужно усовершать. Нормально в нашем естественном состоянии, то, что мы имеем и Духа Святого, имеем Новую природу, имеем падшую природу, мы не можем совершенствовать без каких-то особых, радикальных моментов в нашей жизни, которые нас будут менять, в сути менять, не в понимании, не в неразумении, а в сути менять в нашей сердце. Ведь сейчас мы с вами с ним ссоримся, но с ним еду, желаем возмездия. Это все от плоти, это все не от Бога. Может быть, в семье мы с вами с ним за слез, хруппление. А пусть знают, как его вести. А пусть знают, как себя вести. Я тут крикну хорошо. Я сделаю так, чтобы немножко там пощебило сердце. Не Божье все это. И никогда не было Божьим. Верим ли мы сегодня, что действительно в нашей жизни все судейское благо? Другими словами, что из-под контроля у Господа не выходит ничего. Что Он допускает зны не в нашей жизни, а Бог допускает зны в нашей жизни. Как вот и Овак было. И тут не просто там что-то, знаете, нам встретить с таких соседей. Ах, так ошибся, так неправильно женился. Так неправильно замуж вышла. Глупости. Всегда из того, что нам кажется таким самым тяжелым, можно изъявить самые драгоценные биллианты. И вообще верим ли мы, братья и сестры, что нам суждено идти путем страданий. И что они полезны для нас. 1 Санякистан, 3 глава, 2-4 стихи. И послал Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего благоуставания Христова, чтобы он утвердил вас и утешил вас в вере вашей, чтобы никто из вас не погребался в скорбях сих, ибо вы знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, вы знаете. Вот эти слова странные такие, для меня они очень странные. Это же вам суждено. Это же путь Божий. Господи, что происходит? Господи, что такое? А разве ты не знал, что так суждено? А разве ты не знал, что я решаю тебя в гордыне, может, и учу тебя терпению через страдания? И в 1 Петра 4, 1-2 написано. Итак, как Христос подсадал за нас плотью, то и вы выружитесь в той же листу, ибо страдающий плотью перестает грешить. Я сейчас увижу, что когда я страдаю плотью, я больше грешу. Не достигается цель Божия. То есть страдание использовано неверно. Я не понял, я взбудовался. А по большому счету, страдающий плотью перестает грешить, теперь говорит Духу Святым. Это не просто, чтобы вы опять придумали какие-то слова. Разве не знаете, что, товарищ, чтобы вам остальное вопротивление жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Какая-то по воле Божьей начать жить, это не просто решение, что оно должно перевернуться в нас, оно превращается метро нехотим, метро переворота. И этот период происходит так, когда, когда трудно. Сейчас у нас в церкви случился пожар, у Роми и Ирия Фрешёвых, и они обогрелись сильно, мать обогрела, и я был сейчас в их больнице, ну, говорили, там уже немножко не лучше стало, и там одно, по другому третьем, я в годах не так имели возможность остановиться, извините, жестоко, как это звучит, а Ирия говорит, не знаю что, но превосходная ценность не точно происходит. Такая превосходная, которой раньше не было никогда. Иногда нам нужно что-то такое, чтобы в нас произошла превосходная ценность всего, к чему мы старимся, к чему мы гоняемся, к чему мы достигаем. И 1 Петра 2, 19, 21. «И по тому угодно Богу», хоть и странно как, да? «И по тому угодно Богу, если кто, помечтая о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Слушайте, ну что, разве Бог не может просить нас, чтобы это не было? «И по тому угодно…» Не знаю, почему, не могу объяснять, я все движения души, эмоций, всего, но Петр говорит, «То угодно Богу, если кто, помечтая о Христе, приносит страдание несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьются простудки? Но если делая добро, и страдая терпите, это угодно Богу». Значит, это воля Божия. А кто против него будет следующее спорить, если это воля Божия? И дальше она говорит, два сперва стих, «Ибо вы к тому призваны». Хорошо, если вы создаете дело добро, «Ибо вы к тому призваны». Само призвание это предполагает. Мне не нравятся эти слова, я вам честно, мне это не нравится, но это истина. Это то, что действительно в нашей жизни будет делать то, что Бог хочет сделать с нами. И только это, и только такое быть, как Бог предоставил. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос подсадал за нас, оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Если мы хотим идти по следам Христа, то мы должны идти путем не обща. Я не могу, что это приятно. Я не могу, что мы мазохисты. Я не ищу этого, и никто это не ищет. Но если Бог посылает, надо идти по следам Его, и зная, что за этим я в славу. Я хочу сегодня нас просто утешить. Если страдаете в жизни, не думайте, что ваше такое суперзоние так. Бог вас очень любит, и готовит вам очень большую славу. Только надо правильно к этому относиться. Христос предоставил ему, говорит, что настоящий момент славы, это как раз сейчас, когда Он пройдет через страдания и этим восставит Отца Небесного. Пожалуйста, услышьте это. Я себе это писал точек жирными буквами. Мы с вами спасены через страшную боль и страдания. Если это не было, мы не спасены. Мы с вами спасены через страшную боль и страдания. Если вы хотите спасти ваших ближних, идите в смерть за них, страдайте от них. Мужья от жены, жены от мужей, дети от родителей, идите на страдания, жертвуйте, и вы увидите славу Божью. Мы спасены жестокими страданиями. Мы не просто спасены, потому что Бог нас любит. Это правда, что Бог нас любит, мы с вами полюбили Божьей. Но мы спасены, кого это через жестокие страдания, через боль и страдания. А мы следуем его путем. Любви не бывает без жертвы, потому что это и есть суть любви. Любить — это значит отдавать. Любовь не требует, а отдает. Наибольший Бог восславляется не какими-то ведущимися подвигами, не блестящими знаниями, но способностью идти на жертву, то есть действительно любить. Вот этим Бог восславляется в нашей жизни. И нам не надо обманываться. Мы иногда гоняемся за чем-то, каким-то значимым, за какой-то, знаете, популярностью, важностью. Это все пыль. А вот любовь, а вот служение, оно имеет значение. Мы это читаем в 25 главе. Матфея там сказано, что Господь говорит, когда Он родили одних от других, Он говорит, потому что сделали, пошли, послужили, вы любили. Ничто нас так не уподобляет Христу, как покорное принятие Его воли. Часто не очень приняты для нас, а для них для нашей плоти. Для нашего Духа это всегда приятно. А для нашей плоти нет. И вот, к кому мы потакаем смеси, к кому мы прислушиваемся в этом, и есть как, значит, как наша жизнь будет развиваться. И еще, хочу сказать, одну мысль, есть очень большая опасность потерять смысл, не принять предложенных страданий нам. Ты не брешь, всеми силами утопнусь, всеми силами уйти. Ну, я наблюю много мер, там, Иова, других, и апостолов, всех, 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 и в этих страданиях не явить славы Божьей. Это очень важно. Мы походим, что с нами не являем славу Божию. Если мы это не сделаем, это очень обедняет нашу жизнь и лишает вечной славы. Помните, Давид говорит, что, проходя дурино и плача, они не теряют и это лопшут, а открывают источники этой дурини. То есть, сильно большое богатство. Проходя дурино и плача, они открывают источники, это когда есть правильное отношение к Богу Божьей, потому что Он Господь, что мы Ему подчинили жизнь, как Господу. Когда мы приходим, когда мы принимаем все из Его рук, мы открываем для себя источники, мы открываем для себя смысл новый, мы открываем все новые богатства, которые мы могли не знать. Представьте себе, как бы все изменилось, как бы изменились семьи, отношения между дружиями и женами, если мы так относились к трудностям, скоплением к Богу Божьей и возможности до слави Господа. Скажу, я знаю, в моих лепках, на этой понимаете, есть, но очень много чего изменилось. Все бы изменилось. Не прочитывали ошибки других, плохие поступки не шли, а это было бы средством прославить Бога, это было бы средством действительно, чтобы Бог прославлен, не радовались бы и все бы изменилось. А так, вот недавно пришла ко мне сестра, уже больше секрет ему хочет развести с мужем, перестала такую тетрадку списанную всего-то, вот что как муж неправильно поступал. Разве можно с таким мужем жить? Разве можно так? Я понимаю, что она пишет правду, то есть неправда. Там много недостойного. я говорю, я вообще его просили или нет? Я просила, но чтобы вы знали, какой он. Я говорю, что вы себя знаете, как он. Она говорит, я думаю, что это невозможно дальше продолжить, Я говорю, ну понимаете, она так и так поступает, я говорю, что же поступает, не побли, больше. Она говорит, мне Бог открыл, что он меня из этой пустыни, в которой я была 17 лет, и я больше самая, я говорю, да нет, Бога ничего не открывал такого. Потому что Бог говорит, я ненавижу развод, а вы говорите, что Бог вас толкает на развод. Это во-первых. Я даже не спрашиваю вас, почему вы по слову Божьей не поступаете. Потому что у вас нет на эту способность сейчас, потому что вы живете двоими стандартами, потому что вы не дос, можно так сказать, не доси до этого. Но, например, Бог говорит, любите врагов ваших и благотворите новейшим и благословляйте поклинающих. Вы же так не поступаете, правда же? Это же даже не было от вас. А вы так не и вы говорите, что Бог открыл дом. Бог ничего не открывал, я просто вам честно говорю, я не говорю, я не обижаю ваших чувств, ваших страданий, все, что вы пережили. Но не говорите, что Бог так сказал, потому что Бог такого не говорит, Бог другое говорит. Бог так не мог сказать. Это вы себе так и стуковали какое-то место из Библии, ты сняли пальцем в Библии и сказали, мне Бог сказал, и я выхожу из этого. Или вам сон приснится? Итак, я хочу сегодня перефразировать фразу, которую сказал Христос, сохранившую душу, я добавляю, сохранивший авторитет, лицо, имидж, потеряет все. А потерявший ради Господа сбережет все. Я когда помню, зазываю вас с одним братом, я спрашиваю, мне говорит, он за другого брата, я рассуживаю, ну, в чем он так за это хватается? Ну, в этом же нет такого смысла. А он говорит, Семенович, сколько вам лет? А сколько там брату лет? А авторитет? А это самое? Я говорю, ты что, не страшно, а что такое приобретается? Так теряется авторитет, так приобретается. И вот там, когда мы сохраняем, когда мы потраемся руками и зубами за все, мы там все теряем. А теряем ради Господа и приобретаем. По крайней мере, я так понимаю, слово Христа, вы под пудром понимаете. 1 Петра 4, 12 написано, что «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуетесь, доверяя Славе Его, возрадуетесь, восторжествуете». Апостол Павел говорит, я восполняю теле моё в Невосторожской любви в Христовых. Я ищу этого. Мне кажется, это какой-то, ну, извините, не могу на апостола говорить, но как-то искать этого? Он говорит, я настолько понимаю, сколько меня Бог любит, я хочу как-то его отблагодарить. Я хочу как-то соответствовать. Я хочу что-то сделать достойное его любви. И это не эгоизм, а я хочу пожертвовать всем, потому что ему открылась любовь Божья. Это вопрос познания, в постпосвещения. Братья и сестры, я хочу сделать один вывод. Может, вы проходитесь раз в честь создания, может, нет, может, приёс вам проходить. Фактически, жизнь христианина блаженна всегда, если можно сказать, беспроигрышна. В радостные дни мы наслаждаемся, а в трудные дни, слые дни у нас есть прекрасная возможность прославить Бога, превысить терпение и мудрость и совершиться Иисуса Христа. Яков говорит. Он говорит, потому что блаженщик, который искушение, он предает терпение, а терпение должно иметь совершенное действие, так, чтобы быть совершенным во всей полноте, без остатка. Когда мы приходим в трудные моменты, когда мы приходим в несправедливость, когда мы приходим в какие-то, знаете, вот такое, ну, самое-самое неприятное, у нас есть возможность уподобиться Христу. У нас есть возможность в терпении, а терпение всегда имеет совершенное действие, без терпения вообще ничего не бывает, а терпение не приведется просто на гладкой дороге. Оно приведется так, когда плохо все, ведь там терпим. Мы можем действительно радоваться в жизни радостной, а в трудностях славить Бога, в смысле правильным отношением, в смысле принимая все от Господа. И Бог прославляется, говорит, молодец, сыночек, молодец, доча, молодец, вот это то, что достойно жизни. Заканчиваем проповедь такими странными словами. Раздавайте, теряйте, теряйте свою жизнь ради Господа. Не пожалеете, так Христос говорит, не просчитайтесь. Аминь. Давайте помолимся. Господь, Милосердный, находясь в этом мире, находясь во плоти, у нас есть свои часто неправильные представления о жизни, о истине. И нам так нужна, Господь, Твое слово. Нам так нужно, Господи, чтобы Ты сам проговорил к нам, к нашему сердцу, чтобы здесь мы поняли, в чем истинно, в чем смысл нашей жизни. Вкруг нас и в нас самих есть очень много стереотипов разных, которые буквально вопреки Твоему слову. И нам так хочется, Господи, просить, я сегодня милуюся в Тебя, чтобы Ты направил нас на пути правды, чтобы наша жизнь такая колодка на этой земле по своей свечности, она действительно не была чем-то простого обмана каком-то, который я у нас обманывал, и чтобы не гонялись за пустотой. Я очень прошу Тебя, Господь, пошли для мое сердце, пошли для меня в жизни. Хочу действительно расследовать Твоем пути, и даже когда, Господь, мне предкуют внутрисное противление, Ты, Господи, покажи мне бессмысленность того, чем я, если что-то неправильное, чем-то неправильное быстрее, и пытаюсь достичь. Благослови всю церковь Твою, братья и сестер, Ты нас всех призвал в Твою вечную славу. Ты действительно сказал, что тех, которых Ты призвал, управдал, тех, и прославишь. Я очень прошу Тебя, Господь, дай нам не сутеревляться тогда, когда Ты ведешь надеяться к славе Твоей, когда Ты преброжаешь нас, когда Ты меняешь наш дух, наше естество для Твоей вечной славы и для нашей радости. Господь, Господи, пожалуйста, нас. Я хочу, чтобы наша жизнь была рассеянна, как вот Ты отдал, Ты сказал, как Ты, как зерно, большую землю, чтобы она привезла много плода для Царства Твоего, не для имиджа, не для егоизма, Господь, не для каких-то своих представлений, не зверей гордыни, Господь, но чтобы это действительно была жизнь, да, плодного стали Твоего Царства. Многострови нас, Господь, пожалуйста, разговаривай с нами, когда мечтаем Слово Твое, когда мы стоим на блитве, когда мы идем по дороге и молимся, и обрешаемся к Тебе. Господи, говори с нами, наставляй нас разумляй, потому что Тебе нас призвал вечную славу, потому что такое высокое Твое призвание. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты, который начал у нас доброе дело, будешь совершать Дня Пушествия, Ты будешь нас разумлять через разные всяческие жизни, Ты будешь нас укреплять и открывать, почему мы проходим то или другое в жизни. Благостави нас, потому что без Твоего откровения нам так сложно и трудно, не понимая то, что происходит. Благостави нас, наш Бог, Отец, Сын, Бог, сестой, намен.